В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, какие мероприятия находятся на контроле Государственного пожарного надзора в осеннем сезоне 2023 года на территории Приморского края. А в гостях у нас заместитель начальника главного управления, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Костенко, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Караганов. Здравствуйте! Здравствуйте, Юлия! Ну что ж, сегодня поговорим об отопительном сезоне и пожароопасном сезоне. Первый вопрос. Какая работа уже проведена в преддверии осеннего пожароопасного сезона? В период осеннего пожароопасного сезона основные риски у нас у Государственного пожарного надзора ориентированы на осенний противопожарный период и отопительный сезон. С начала года органами Государственного пожарного надзора взято под контроль 213 населенных пунктов, подверженных угрозе лесным и ландшафтным пожарам. В весенний пожароопасный период мы все населенные пункты проверили. Там, где есть нарушения, выдали предписания главам муниципалитетов. Сейчас, в осенний пожароопасный период, мы проводим контроль предписаний ранее выданных. И по результатам этой работы будет дана оценка подготовки населенных пунктов к осеннему пожароопасному периоду в плане устранения либо не устранения замечаний. Ну и по результатам будет, соответственно, если они не устранили, глава муниципальных образований, будут приняты меры административного воздействия. То есть, получается, что были нарушены какие-то правила, вы эти нарушения выявили, сказали, что их нужно убрать. Выдали предписание, да, поставили сроки необходимости устранения данных нарушений. Сейчас, в данный момент, в октябре месяце, у нас идет контроль предписаний. А для чего это необходимо? То есть, это помогает бороться с пожарами? Это необходимо для того, чтобы защитить населенный пункт, не дай бог, от перехода лесного либо ландшафтного пожара, дабы минимизировать последствия, чтобы не сгорело имущество, жилые дома у населения. Не дай бог, люди не погибли, не пострадали. В этом плане защита населенных пунктов. А населенные пункты какие у нас больше всего подвержены этим пожарам? Перечень определен в постановлении правительства Приморского края, утвержденный губернатором Приморского края. Там определен перечень из 213 населенных пунктов. Да, это очень много. Какие требования предъявляются гражданам и организациям до наступления пожара опасного сезона? Так как основной причиной является неосторожное обращение с огнем, соответственно, гражданам, организациям предъявляется очень много требований, которые прописаны в постановлении правительства. 1479 – это правила противопожарного режима. Но хотелось бы остановиться на основных, из-за которых происходят эти пожары. Это несанкционированные палы, которые устраивают граждане и организации, разводят костры. Надо отметить, что сам пожароопасный период, можно сказать, делится на две фазы. Как в требованиях, так и в административных воздействиях на недобросовенных граждан. Это требования, действующие до введения особого противопожарного режима и непосредственно при его наступлении. Если до наступления особого противопожарного режима еще разрешено посещать леса, то, когда вводится особый противопожарный режим, вводится также запрет на посещение лесов, так же, как и уже говорилось ранее, разведение костров, несанкционированных палов территории, которые не удовлетворяют требованиям правил противопожарного режима. Мне вот всегда, как жителю, было интересно. Вводится запрет на посещение лесов. Мне что, нельзя по лесу пойти погулять? Нет. В этот период, как раз, когда действует особый противопожарный режим, глава муниципального образования, либо глава субъекта Российской Федерации имеет право вынести ограничения. Это дополнительные требования пожарной безопасности. То есть основные требования у нас прописаны в законодательство. Это федеральные законы, постановления правительства, приказы. А это уже устанавливается главой субъекта, либо главой муниципального образования, дополнительные требования пожарной безопасности, которые включаются в случае осложнения пожароопасной обстановки на территории либо субъекта, либо отдельного муниципалитета. Соответственно, дополнительные ограничения, в том числе и запрет посещения лесов. Это когда очень сложная обстановка. То есть гражданам нельзя запрет. Ну, там не только запрет леса, там запрет много чего. Патрулирование организовывается, там информирование в разы увеличивается. До населения доводится такая информация. Мне всегда казалось, что это, знаете, ну если я там не курю, не знаю, ничего не разжигаю, ну почему не пойти, не погулять? Нельзя? Такие требования вводятся, когда недостаточно определенного перечня правил противопожарного режима. Когда их недостаточно, вводятся уже дополнительные требования. Вводятся нормативные правила акта субъекта. В целях вот именно предотвращения всевозможных причин возникновения... Стабилизация обстановки, проще так сказать. Граждане – это основная причина, по которой происходят пожары на землях, в лесах и везде. Соответственно, их надо огратить, то есть минимизировать все эти риски. Да, вот, кстати, вопрос, из-за чего чаще всего происходят пожары в населенных пунктах? Ну, то есть, как таковые на землях, скажем так, происходят на участках по причине, как я уже говорил, поджоги. Население поджигает траву, соответственно, бесконтрольно. При усилении ветра это, палом расходится, в том числе может перейти и населенный пункт. Также незатушенные опорки, разведение костров вблизи там, построений, то есть, все это создает угрозу возникновения. То есть, это та самая история, когда я езжу к дедушке, он у меня живет в Большом Камне, и вот где-то в районе деревень, когда мы проезжаем, часто очень видны палы в районе речицы или чего-то. Это, наверное, та история, когда где-то на дачном участке что-то жгли, какую-то листву, траву, это разошлось на поле, и пошло, 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 и прямо вдоль дорог идет пожар. Это вот та самая история? Да, весенний пожароопасный период, когда он велся особый противопожарный режим. Так были нашими сотрудниками на месте умышленных поджогов задержаны 38 граждан. Ого! Да, которые понесли административную ответственность. А за пределами населенных пунктов как чаще всего происходят пожары? То же самое сельхоз, палы, то есть, где земля есть, определена под сельхоз назначение, поля, луга. Там поджоги происходят, так же это все неконтролируемо. И часто это бывает умышленно именно, да? Умышленно, да. В основном. Интересно. Ну, конечно, этот вопрос надо задать правоохранителям, но для чего? Люди ложно думают, что проводя вот этот именно, как они подразумевают, контролируемый пал, они смогут себя оградить именно от других пожаров. Но это, к сожалению, не так. В большинстве случаев именно это и становится причиной таких крупных пожаров, как были в Российской Федерации за прошлый год. Именно когда страдали именно населенные пункты, ну и, конечно, леса. Потому что пожар переходит и в ту сторону может идти, и в обратную. Земли огромные, палы достигают таких больших масштабов, и их остановить уже очень сложно. Александр Вячеславович, ну а какие меры предпринимаются в отношении граждан и организаций в целях профилактики и предупреждения пожаров? Ну, основным направлением профилактическим, которым мы занимаемся, это выявляем земли, на которых не произведен покос, не убрана сухая травянистая растительность, либо допускается складирование какие-то большие мусора, то, что непосредственно потом станет источником горения. И в случае выявления как раз с начала года таких выявлено 453 случая. И эти граждане привлечены к административной ответственности. Административная ответственность таким гражданам предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях статьей 20.4 часть 1 и предусматривает в отношении граждан этот штраф от 5 до 15 тысяч, в отношении должностных лиц, уже допустивших допустивших ни покос, ни уборку или нарушение требований пожарной безопасности от 20 до 30 тысяч, в отношении юридических лиц от 300 до 400 тысяч. Но, как я и говорил ранее, то есть вот это требование действует до вступления особого противопожарного режима. Когда вводится особый противопожарный режим, все эти штрафы вырастают кратно, практически в два раза. И, как пример, в отношении юридического лица штраф достигает уже до 500 тысяч. Но надо обратить сразу внимание, что административная ответственность это не единственная, скажем так, мера воздействия. Чтобы граждане понимали, что в случае допущения пожара, который повредит чужое имущество и сумма будет превышать 250 тысяч, в их отношении может быть заведено уголовное дело по статье 168. Это причинение по неосторожности. И там санкции уже намного больше. То есть там идет штрафные санкции до 120 тысяч, либо исправительная работа до двух лет. Но есть еще одно стиле уголовного кодекса 261, которое применяется в случае повреждения лесных насаждений. Там санкции намного больше. Штрафы уже до 500 тысяч рублей и уже может быть реальная уголовная ответственность в виде ограничения сроком от двух до четырех лет. Все серьезно, казалось бы, бросил окурок и на четыре года может человек быть. Скажите мне, пожалуйста, сколько граждан организации уже попали в административное воздействие? Вот как ранее уже сказали, 456 человек это непосредственно за нарушение требований пожарной безопасности? За неуборку мусора, сухой растительности и 38 это именно на месте поджога установлены лица. Среди них есть те, кто заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей? Это граждане. А, это граждане. граждане. Ну, тогда давайте перейдем к отопительному сезону. Он у нас тоже стартовал, стартует. Какая работа проводится в целях минимизации негативных последствий при прохождении отопительного сезона? В отопительный сезон у нас больше упор идет на профилактику. Соответственно, это информирование населения о требованиях пожарной безопасности в отопительном сезоне, так как у нас происходят перепады температур, с плюсовых переходят на минусовые, люди начинают использоваться печным отоплением, это частный жилой сектор, и в том числе электронагревательным прибором, в том числе, которые кустарного производства, можно так сказать, самодельные, это и эти же вот эти кустарного производства электрообогревателей являются основной причиной возникновения пожаров, это у нас печное отопление или неисправное электротехническое оборудование, электронагревательные приборы основными причинами являются, поэтому у нас упор идет в основном на профилактику информирования населения о требованиях пожарной безопасности. Ну, то есть, вы выезжаете зачастую, наверное, куда-то в частный сектор, я так понимаю, и что, памятки раздаете, что делаете? Нет, не памятки, у нас информация на сайте, информируем через органы муниципального образования, то есть, также муниципальное образование занимается эта работа информированием граждан по недопущению. Ну, что гражданам говорят, нельзя пользоваться? Пользоваться только заводского изготовления, проверять электропроводку, то есть, электророзетки, чтобы они были все в исправном состоянии. Ну, и печное отопление, соответственно, смотреть за отопительными печами, и притопочные листы, чтобы она также была без деформации всякие, трубопроводы эти чистить, дымоходы. Ну, по каким причинам чаще всего в квартирах происходят пожары? Это что? Неисправная электропроводка? Если разделить как раз вот именно многоквартиры, дома и частные, то в частных, например, основной причины это является именно оставленные без присмотра печное отопление. Если требования к организациям существуют, заканчивать отопительные мероприятия за два часа до окончания рабочего времени, то гражданам такие мероприятия не применяются. Соответственно, они могут отопить и ночью, как зачастую происходит, и кибель в основном происходит ночью. У нас как раз на прошлой неделе к сожалению два человека в городе Артем и один человек в городе Владивостоке погибли. Вследствие под предполагаемой пока причиной предполагаемой именно оставили без присмотра печное отопление в ночное время, что и стало следствием соответственно удушения. это то, что берется до владения. В жилье самая главная причина основная это у нас электрооборудование. Точно так же оставлено без присмотра либо перегружаются линии, например, старые дома, где еще электропроводка не сменилась, но у нас век технологий, электропотребление растет, потребителей становится в квартире все больше и, к сожалению, не во всех домах такую нагрузку проводка выдерживает. И это становится именно второй причиной это аварийный режим работ каких-то оборудований либо вследствие перегревается проводка не удерживает таких нагрузок. Я помню свою историю. У меня как-то стоял обогреватель, отопления еще не было, в квартире было холодно, а я жутко мерзну, мне надо, чтобы было всегда тепло. У меня стоял обогреватель, но современный, все как положено, а ковер, он такой с кисточками. И вот эта кисточка попала вот в этот обогреватель. Я сижу, чувствую какой-то запах жженого чего-то. Ну, благо, вовремя спохватилось. Вот, наверное, банальный такой пример, как мог бы вспыхнуть пожар. Есть такие моменты. Есть люди, обогреватель включили, на нем там вещи сушат, тоже такое. Не, ну, такое мне, конечно, в голову не приходило. Ну, есть такие случаи. Людям некоторым приходят, да, это становится тоже причиной. Какие правила пожарной безопасности должен знать каждый человек? Ну, наверное, исходя из вот сказанного, это не оставлять, самое главное, электропотребителей без присмотра, если не предусмотрены именно заводом-изготовителем. Как мы понимаем, холодильник можно оставить, включенную в сеть, то какие-то электронагревательные приборы, телефоны, ноутбуки, телевизоры желательно отключать на, ну, например, в ночное время, когда в днем, хотя бы под присмотром, ночное лучше все это отключать. То есть, это, ну, основные, так и скажем, требования, потому что, как мы сказали, что электропроводка, наверное, в большинстве случаев является причиной этих пожаров. В жилье, то есть, еще также соблюдаются требования пожарной безопасности на путях эвакуации, этим занимаются управляющие компании, обслуживают именно места общего пользования в квартирах, в жилых домах, ну, соответственно, следят за вот этими. Также не следят за системами, если в домах эти системы пожарной защиты предусмотрены, это пожарная сигнализация, ну, в основном, современного дома. То есть, это такие требования. в принципе, переченья... Ну и действия знать должен каждый гражданин в случае пожара. Ну, что это за действия? Ну, это в первую очередь о себе побеспокоиться, обезопасить себя. То есть, если случился пожар, необходимо выйти в безопасную зону, это на улицу, покинуть место пожара. Вторую очередь, это сообщить пожарную охрану, контакты дать, адрес точный. По возможности, когда сам будет уходить, если есть еще люди какие-то в помещении либо в квартире с собой постараться всех забрать, выйти, сообщить, и все, и ждать прибытия профессиональных подразделений. Ну, и, наверное, самому не пытаться потушить пожар, а все-таки звонить. Ну, самому, да, если опыта нет, то, соответственно, нет. Если опыт есть, и имеется первичное средство пожаротушения, то на начальной стадии это возможно сделать. Так, а какие меры административного воздействия предъявляются гражданам? В принципе, как вот ранее мы оговаривали, если, к примеру, нарушены именно требования пожарной безопасности, предъявляются те же санкции 20.4, часть первой статьи Кодекса обеспечения о правонарушениях. Ну, а если в случае уже возникновения пожара и причинения вреда чужому емуществу, действуют уже санкции шестой части этой же статьи, которые кратно увеличивают эти суммы штрафа. И надо отметить, что также еще действует статья 219 Уголовного кодекса, которую подразумевают, если вследствие пожара по вине организации умышленного гражданина произошел такой пожар, то к нему это уже уголовная ответственность применяется. Алексей Сергеевич, что делать жильцам в случае возникновения пожара в квартире? Все пытаются спасти свое имущество. Что делать? Как я ранее сказал, в первую очередь саму покинуть помещение, где произошел пожар, безопасную зону. Ну и по возможности, если в квартире не одни, семья там соответственно всех с собой забрать. Ну то есть не нужно бежать спасать документы, Надо оценить обстановку в первую очередь, да. Если это позволяет вам задымления, нет сильного либо там огня. Если позволяет такая ситуация, что вы можете забрать там документы безопасно для своего здоровья, то можно забрать. Но надо оценить в первую очередь обстановку. Есть угроза вашему здоровью и жизни. Если нет угрозы, да, пожалуйста, можно забрать, сообщить пожарную охрану покинуть место безопасной зону. Все. У нас, наверное, на граждан тут действуют только цифры. Если вкратце перевести, то за вот текущий год у нас погибло 83 человека в Приморском крае по причине пожаров и 63 человек из них погибли в жилье. То есть мы понимаем, что это порядка 80 процентов. То есть основная гибель именно там. Это мне кажется. И так же порядка 65 человек получили травмы различной степени тяжести на пожарах. Достаточно серьезно. Это ожоги, это потом серьезные проблемы со здоровьем. Так, ну что ж, последний вопрос, и он такой, стандартный. Как защитить свое жилье от пожара? Ну, если мы берем пожар-жилье, то самое негативное последствие это позднее обнаружение пожара. Что в квартире, что в живых помещениях. И хотелось бы порекомендовать гражданам устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели в своем жилье. Для них не нужно специального разрешения. Устанавливаются они просто. Они могут помочь предотвратить и самое главное оповестить о возникновении пожара. Это вот, как у нас на потолке. Ну, примерно. Только у вас не автономный, у вас в системе. А этот автономный не требует дополнительного подключения электропотребителей. Работает на обычной батарейке на кроны, соответственно, прикручивается к потолку и работает. То есть он уловил дым, запищал, то есть сигнал сработал. Сигнал достаточно громкий, то есть даже во сне человек услышит. А если у меня на плите что-нибудь подгорело? То же самое. Сработает, да? И самое главное, хотелось бы обратить внимание на то, что в Приморском крае действует краевой закон 781, который гарантирует социальную поддержку определенным категориям граждан, такие как многодетные семьи, инвалиды, люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и у них есть право обратиться в социальную поддержку на бесплатную установку таких датчиков. Им необходимо подать заявление, их заявление рассмотрится, и, соответственно, будет назначена дата установки такого датчика. Скажу вам, у меня таких дома четыре стоит в каждой комнате. то есть вы себя обезопасите? Действительно, видимо, необходимая штука, надо задуматься о том, чтобы поставить ее у себя дома. Ну что ж, я желаю вам поменьше работы, поменьше пожаров, и чтобы пожароопасный сезон мы преодолели с минимальными потерями для нас всех. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили об отопительном и пожароопасном сезонах. В гостях у нас были заместитель начальника главного управления, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Костенко, начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Приморскому краю Александр Караганов. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.